Ребят, всем большой привет! Вы на канале все о смартфонах и сегодня мы будем говорить с вами про Android 11. Для тех, кто не знал, Google выкатила Android 11. Это не бета-версия, это предварительная версия для разработчиков, хоть в названии есть слово разработчики, но установить может любой желающий. Ссылку на установку я оставлю в описании. Единственное условие у вас должен быть Google Pixel. Я знаю, что многие сейчас напишут в комментариях о том, что какой 11 ты издеваешься, я только на десятку обновился. А некоторые напишут, что у меня вообще Android 9, я еще жду обновления до десятки. Особенно это касается владельцев смартфонов Xiaomi, у них там с обновлением вообще беда. А некоторые вообще, наверное, сидят на шестерке, да, ребят, Android 7, 8. Кстати, давайте напишите в комментариях, у кого какая версия Android сейчас установлена на вашем смартфоне. Будет очень интересно узнать. Ну и давайте приступим к небольшому обзору самых интересных нововведений в Android 11. А начнем мы с самой плохой, скажем так, новости, обновления, которое лично меня вообще не радует. Это то, что в Android 11 Google хочет сделать так же, как в iPhone. То есть, когда телефон выключен, вы его подключили к зарядке, вы хотите зарядить смартфон, и телефон сразу же включается. Сейчас, когда мы в выключенном состоянии заряжаем телефон, он не включается. Но в 11 телефон будет включаться. Лично для меня это нехорошо. Что думаете вы про это? Пишите в комментариях. На этом, собственно, минусы заканчиваются 11 версии, и сейчас мы перейдем к плюсам. Но хочу сказать, что на Android 11 я обновился еще дня 4 назад. Я протестировал полностью эту прошивку, и могу вам сказать, что на 11 действительно есть некоторые баги, некоторые глюки. Поэтому я не советую обновляться на 11. Пока что. Пока что я не советую. Понятное дело, позже они это все допилят, все будет здорово. Ну что ж, теперь давайте перейдем к нововведениям. Я вам скажу просто самые интересные нововведения, которые будут вам интересны. Я не скажу, что пока что в Android 11 есть прям столько крутых, интересных функций, которые прям... Нет, таких еще нету. Они, возможно, будут в полноценной версии. Вообще я вам скажу так, что Android 10 это прошивка, которая доведена до ума. Google уже не знает, что придумать, поэтому они так, по чуть-чуть, по чуть-чуть что-то добавляют, чтобы, скажем так, допилить десятку вообще уже до идеала. Поэтому пока что они особо не знают, что добавлять, но все-таки нововведения небольшие да есть. Первое, наверное, самое интересное, это касается уведомлений. Значит, когда вы переписываетесь в WhatsApp, Viber и в других мессенджерах, все уведомления с мессенджеров будут накапливаться вверху, в первом столбике. А все остальное, например, там от AliExpress, там еще от каких-то других приложений будут уже ниже. То есть самое главное, это чат, вы их будете видеть в первую очередь. Также в Android 11 добавили интересную функцию, которая называется Bubble Show. Что это значит? Это значит, что точно так же, как в мессенджере Facebook, вы можете, например, вот пришло уведомление, зажали, нажимаем на Show as Bubble. И теперь видите, вот такая вот иконка с человеком, которым мы переписываемся, она будет везде с нами. Например, зашли на почту, зашли в браузер, что-то прочитали, везде будет. Зашли в звонилку, в SMS и так далее. Везде будет эта иконка, чтобы мы могли быстро ответить на это сообщение. Вот нажал, хоп, ответил, хоп, закрыл и пошел дальше своими делами заниматься. Вот как-то так. Это, наверное, самое интересное, что есть в Android 11. Идем дальше и следующее обновление коснулось темного режима. Идем в настроечки, идем в экран. Видите, написано, темная тема отключена. Включится автоматически на закате. То есть, если мы включаем, все данные, понятно, берутся с интернета. Когда у нас закат, темная тема включается. Когда у нас рассвет, темная тема выключается. Плюс можно также установить время. Например, мы хотим, чтобы у нас с 10 до 16 была темная тема, потом она выключалась и так далее. Это все можно будет настраивать в Android 11. В Android 11 вы также, наверное, заметили, что некоторые пункты еще не переведены на русский язык. Понятное дело, что в официальной версии это все будет допилено. Еще одно нововведение. Это то, что Google старается сделать все по максимуму в прошивке, чтобы вы не качали какие-то дополнительные программы для выполнения каких-то элементарных задач. Например, тот же Screen Recorder, который тоже не переведен на русский. Это запись экрана. То есть, Google это уже впилили в прошивку, чтобы вы в дальнейшем не скачивали какие-то левые приложения с интернета, а прямиком могли пользоваться встроенной программой. Это, конечно же, тоже огромный плюс. Еще одна интересная возможность. Это то, что когда у нас включен Bluetooth, и мы, например, слушаем музыку, и в это время, если мы решили перезагрузить сеть или кто-то нам названивает, мы включаем режим полета, и у нас Wi-Fi выключается, а Bluetooth нет. Но это когда только Bluetooth включен. Вот, например, давайте я сейчас подсоединю свои Bluetooth наушники. Все, Bluetooth наушники у меня подключены. Теперь я включаю режим полета, и, как мы видим, Bluetooth не отключился. То есть, можно дальше слушать музыку. Это тот самый случай, когда мелочь, но приятно. В Android 11, в официальной уже версии, или, может быть, в каких-то других бета-версиях, появится функция, которая позволит нам делать, наконец-то, длинный скриншот. То есть, мы сможем с вами делать скриншот, например, целой статьи. Это очень круто. Еще одна новая фишка Android 11 коснулась возможности поделиться. Например, хочу поделиться своей фотографией. Нажимаю сюда. И вот я могу закрепить любое приложение. Например, тот же Telegram. Хочу, чтобы Telegram был у меня вверху. Окей, нажимаю. Закрепить. И все. Теперь Telegram у меня будет вверху. Надоел мне Telegram. Пожалуйста, зажал. Открепить. И все. Вот такое вот маленькое нововведение, но тоже полезная функция. Еще одно обновление скрывается в режиме разработчиков. Для этого идем в настройки. Спускаемся вниз. Заходим в систему. Нажимаем дополнительно. Для разработчиков. Идем ниже. И здесь мы увидим функцию частота обновления. Ставим галочку. И в верхнем левом углу у нас будет показываться FPS. Есть еще одно обновление, которое тоже спрятано в пункте для разработчиков. Которое называется AudioCodec Bluetooth. Благодаря этой функции вы сможете узнать, китайские ли наушники или нет. Как это узнать? Например, легко. Вы можете, прежде чем покупать, например, тот же AirPods или какие-то другие наушники, узнать, какие кодеки они поддерживают. Если вы пошли покупать, например, с рук, купили наушники и смотрите, что вроде как должны поддерживать ААЦ, а они поддерживают, например, СБЦ. То есть вы уже понимаете, что это не оригинальные наушники. Вот такая вот небольшая функция, вроде как и полезная, но, наверное, мало кому пригодится. Ну и также Google официально сказали о том, что в полноценной версии Android 11 появится поддержка дисплеев водопадов. То есть интерфейс приложения будет адаптирован так, чтобы не попадать на края дисплея, тем самым не вызывая ложные нажатия. Вот как-то так. В принципе, на этом все самые интересные обновления заканчиваются. Будут появляться новые бета-версии Android 11. Я обязательно расскажу вам, что в них будет нового. На этом у меня все. Не забудьте поддержать видосик пальцем вверх. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!